всем привет вы на канале жукову life с вами Женя вот раннее утро я хожу до раннее свежее утро иду прогуливаюсь по парковке аэропорта храбро в калининграде почему именно прогуливаюсь на заднем плане вы видите флагбаум и там все машины останавливается у меня небольшая сумочка я вот с ней еду очень интересный и большой город обязательно поделюсь эта информация в конце видео куда я приеду покажу где остановлюсь в общем все 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 поэтапно расскажу почему я иду ну видите сумка небольшая ехали сейчас водителем он сказал что есть на территорию аэропорта стоит 250 рублей при том при всем что если вы за последние два часа уже один раз въезжали на территорию аэропорта то второй раз если вы два часа заезжать в аэропорт стоимость будет уже 250 рублей поэтому он попросил ну конечно я не отказал вошел в его положение ну а если вы конечно с большими сумками с чемоданами то конечно лучше же просить чтобы он вас подвез потому что не всем удобно будет тащить свои сумки до аэропорта поэтому вошел в положение кстати он привез меня сюда и сейчас он должен еще отправили оставить нашла вам и 250 рублей поэтому вошел в его положение и не стал просить его заехать на территорию сейчас я иду по территории парковки возле аэропорта храброва сейчас вам покажу этот чудесный аэропорт вот так он выглядит вот большой такой красивый надеюсь внутри можно будет поснимать и я вам уже посажу покажу как он выглядит внутри вот да это первый вылет у меня из калининграда в другой город россии обязательно покажу куда я полечу я буду находиться там три дня в общем думаю что будет интересный такой trip поездка постараюсь максимально побольше рассказать информации для чего я поехал туда и что я буду делать в этой поездке ну а сейчас думаю найти уютное место приземлиться ну и немножечко немножечко посидеть за компьютером перебрать вещи которые нужно было перебрать возможно помонтировать видео поэтому включение будет уже следующее в аэропорту в аэропорту покажу как все внутри обстоит ну и потом уже дальше все по плану и и и и и и и Продолжение следует... Ну вот, многие уже догадались, что я приземлился в аэропорту города Москва. Я сейчас вот забрал себе свои вещи, вышел уже в зал ожидания, где получают непосредственно свой багаж людей, ну и решил вам записать видео. В общем, полет прошел удачно, успешно, хорошо. Весь полет составил 2 часа 50 минут. Ну, сейчас время, многие, наверное, знают, что время полета из Калининграда в Москву, а также из Москвы по Ленинграду, оно увеличено. Ну, потому что приходится самолеты облетать по морю. Это дополнительное расстояние, соответственно, уже плюс 30-40 минут для того, чтобы совершить этот облет по морю. В общем, полет прошел успешно, удачно, когда приземлялись в Москве, идет дождь, такая важная, теплая погода, в общем, отличная для совершения новых дел. Вообще, идея приехать в Москву была такая, что на следующие три дня, с 1 по 3 числа, пройдет международная выставка, которая пройдет на ВДНХ. Выставка посвящена защищенному грунту, называется «Защищенный грунт теплицы России». В общем, там будут представлены стенды, компании-производители, которые занимаются поставкой всех необходимых материалов, товаров, а также всех продуктов, которые используются в процессе работы тепличных комплексов, производственных, я имею в виду. Вот, ну, моя задача какая? Я должен посетить эту выставку в качестве посетителя, визитора и постараться наладить какие-то контакты, деловые контакты с компанией, во-первых, кто производит овощи, овощи-цветы, а также компанией, которые занимаются поставками тех или иных товаров и материалов. В общем, это связано с моей профессией, с моей специальностей. Не так давно я работал, когда мы жили в Казахстане, я работал в компании, которая занимается непосредственно поставками и снабжением этих тепличных комплексов по всему СНГ. Ну, вот, как раз сейчас в России, и мы продолжаем уже работать на территории России. И вот, как раз вот данная выставка позволит нам усыновить более тесные отношения с производителями теплиц уже на территории Российской Федерации. В общем, обязательно все покажу. Посмотрите, покажу каждый день выставки, как обстоят дела на выставке, какие стенты сейчас выставляются. Потому что каждый год компании стараются придумывать какие-то оригинальные стенды, которые позволяют выделиться на фоне других. Ну, соответственно, привлекая своим стендам, человек идет на него, плюс, получается, больше процента, что посетят ваш стенд. В общем, покажу всю эту информацию. Все три дня я буду там. Надеюсь встретить хороших, добрых людей, новых клиентов, в общем, новые компании, которые захотят с нами работать. В общем, все-все это по плану. И каждый день я постараюсь вам освещать. Ну, а сейчас я должен добраться до отеля. Отель расположен практически в центре Москвы. Я пытался найти отель недалеко от ВДНХ, чтобы можно было пешком гулять, ну, пешком пройтись до выставочных павильонов. Но, к сожалению, я не нашел, потому что уже все было раскуплено. Решение о том, что я должен ехать на данную выставку, было принято в последний момент. Ну, в общем, я нашел отель, который находится недалеко от станции метро. Это очень удобно, кстати, здесь в Москве, потому что многие люди передвигаются в основном на метро. Это гораздо быстрее, чем ехать на машине. Да, я вот сейчас по Тугису посмотрел, сколько стоит и сколько по времени займет путешествие от Домодетова до непосредственно моего отеля. В общем, без пробок, без учета пробок, время составляет около час пятьдесят, час сорок добраться до отеля из Домодетова. Ну, я не уверен, что действительно по времени так выйдет, потому что сейчас, если я посмотрю на часы, как раз идет час пик, три часа. И, возможно, такие вот глубокие пробки, которые не позволят мне быстро доехать до отеля. Да, отель я выбрал подальше, но зато с хорошими условиями для проживания. Я считаю, что необходимо, если вы, например, едете в командировку, то, конечно же, после трудного дня вы, во-первых, физически устаете, ментально, морально устаете. Вам нужно, конечно же, хорошо отдохнуть, но это можно сделать только в хорошем месте. В общем, обязательно покажу, где я остановился, покажу, как выглядит отель, как выглядит номер. Ну, в общем, и, конечно же, озвучу стоимость за одни сутки. Да, сейчас у меня есть два варианта добраться до отеля. Первый – это воспользоваться услугами такси. Стоимость составляет где-то 1400-1500 рублей от Домодетов до точки. Или же воспользоваться аэроэкспрессом. Ну, тут необходимо будет мне делать несколько пересадок до точки, которую необходимо достичь. Вот, я думаю, что я выберу второй вариант, потому что, во-первых, это будет гораздо быстрее, я не застряну в пробках. И, ну, думаю, что будет даже немножко дешевле, чем вышло бы на такси. Я подходил к стойке регистрации, узнавал, сколько стоит билет на аэроэкспресс. В общем, стоимость билета на аэроэкспресс составляет 900 рублей. Ну, девушка, которая продает данные билеты, меня предупредила о том, что сейчас действует скидка. Вообще, этот билет стоит 1800 рублей, а сейчас как раз действует у него скидка. Билет подразумевает комфорт вагон. В комфорте можно будет... В комфорт что входит? Это, во-первых, размещение в вагоне с меньшим количеством мест. Во-вторых, удобные кресла для передвижения. Плюс будут раздаваться во время поездки какие-то напитки, какой-то перекус. Это очень удобно для тех, например, людей, которые путешествуют, у них ограниченное количество времени, что они могут проехать, сразу перекусить. В общем, воспользоваться этим грех нельзя. В общем, а есть стандартный билет, когда стоимость стандартного билета составляет 450 рублей. Ну, там ничего не входит, просто вы сидите, едете, добираетесь до своего места. Есть две станции, если не ошибаюсь. Ну, вот, до конечной станции, если рассматривать, то время составляет 45 минут. Сейчас пойду посмотрю еще раз. Я думаю, что я выберу этот вариант. Воспользуюсь именно метро, потому что я думаю, что на машине, если поедешь, то обязательно застрянешь в пробке. Ну, а в пробке, конечно, не очень охота сидеть и дожидаться, когда же машина будет трогаться. Поэтому сейчас покажу, сколько что стоит и обязательно куплю билет, наверное, на Аэроэкспресс. Ну, и доедем уже на перекладных. Думаю, что сейчас доеду до одной станции, а потом уже пересяду на другую ветку метро. Да, хочу сказать, что Тугис – это незаменимый путеводитель для каждого путешественника, для каждого человека, кто планирует свою поездку непосредственно в другой город, в другую страну. Поэтому пользуйтесь, скачивайте это приложение. Оно постоянно обновляется. Есть там какие-то дополнительные инструменты, которые вы можете сохранять для своих любимых мест. Ну, и, в общем, очень хорошо пользоваться и находить новые точки, новые локации без труда. Очень помогает. Особенно тем, например, людям, которые едут в новый регион вселения, они не знают практически ничего. Ну, как-то делаешь, только воспользовавшись вот этим приложением. Поэтому обязательно досматривайте это видео до конца. Я постараюсь сегодня сделать обзор на отель, на комнату, где я остановился. В общем, ну и потом вечером с вами пойдем погулять. Сегодня, кстати, в Москве дождь. Я думаю, что вечером он должен стихнуть, потому что смотрел по прогнозу. Но если не стихнет, в любом случае мы пойдем, потому что не так часто упадает возможность выехать в Москву и посмотреть прелести и достопримечательности этого большого города. Поэтому досматривайте это видео до конца. Пишите все свои вопросы в комментариях. Ну, а я сейчас пойду и приобрету билет на Аэр-экспресс. Да, хотел вам сказать, что покупая, приобретая билеты, вот в виде, да, я взял с собой вот такую сумку. Вес общий составил 6 килограмм. Ну, и небольшую ноутбочную сумку, в которую я положил все свои личные вещи. Ну, и небольшой компьютер, чтобы он мог работать и делать какие-то заметки для себя. Поэтому, вообще, когда приобретался билет, там была указана одна сумка, размер ее, плюс вес. Ну, когда я подошел на стой к регистрации, никто меня не спрашивал, что это у вас второе. Просто дали бирку на одну сумку, я прошел, сел в самолет и долетел. А, да, кстати, еще самое интересное. Когда я покупал билет на самолет, получается, я приобретал, там не было возможности выбирать посадочное место. И вот вчера, когда уже проходил регистрацию онлайн, да, мне дали автоматически место по самому последнему ряду в самолете, еще и посередине. Я вообще привык летать в самолетах. Если это длительный перелет, то лучше для прохода. Если короткий, то у вас здесь окошко, потому что на длительный перелет вы можете встать, проходить и размяться. Ну и вот, когда я зашел в самолет сегодня уже садиться, я был приятно удивлен, когда уже закрыли дверь в самолет и сказали, что все пассажиры уже находятся на борту. В общем, я летел на трех сиденьях один, мне очень повезло. Да, бывает такое нечасто. Я несколько раз летал, и у меня получалось, что вот на последних сиденьях я летел один. Хотя, по карте самолета, когда выбираешь на сайте, выбираешь себе место, эти места были заняты. Ну, не знаю, может, люди не пришли, но в любом случае я долетел с комфортом, никто мне не дышал по духу. В общем, все, пошел покупать билет на Аэроэкспресс. Здравствуйте, я бы хотел приобрести билет, можно так засниму тоже, мне будет нашим родственникам, интересно посмотреть, друзьям всем, сколько что стоит. Я так понял, что сегодня скидки действуют, да, в одну сторону? Скидки вы имеете... На комфорт? Бизнес. Бизнес скидка 1700 если туда-обратно. А если в одну сторону? В одну сторону 900 рублей, да, билет туда-обратно, бизнес будет действительно в течение 30 дней, в любое время и в любое ракорт. Ну, то укримите автомобиль, да. Хорошо, а он идет, вот тут садимся и, конечно, на Бавилетской, да? В Вилетской, да, 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 без остановок. Да. Хорошо, еще вопрос тогда, карта я могу оплатить? Можно, да. Да, чек вы даете, да? Да, билет, отчетные документы подходят для отчета в бухгалтерии. А стандартные стоит 45, что входит стандартного класса Алиэкспресс, маршрутным, указать не будет. В общем, просто место, да, я так понимаю? Если стандарт, ну да, без посадочного места. Без посадочного места? Да. А, в смысле, стоит что-то? Нет, посадочное место, но оно не зафиксировано. Но если в бизнесе, ну там оно и в бизнесе сейчас тоже, там, заводная посадка. И плюс еще... Заходите в бизнес-вагон и едете с этим... А плюс к бизнесу что еще предлагается? Кофе-машина, чай, пресса, удобное кресло-розетки, упаковка багажа. Все понятно. И это составляет поездка 45 минут, то есть не ошибаешь, да? Да, 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 по-другому. Все интересно. Ну, я думаю, стандартный возьму, а плачу картой. А как вы планируете возвращаться в течение 5 дней? Да. Нет, ну я дубитель мне как пойдет, я не знаю, смогу или не смогу. На Павелецкой я сажусь и там оплачиваю уже... Моцлевую возвращаться. Да, да, да. Тоже такая же сумма будет. Такая же, да. А так, если сразу туда-обратно, это будет 350 рублей. Ну, видите, я не уверен, что возможно... Хорошо, 450 рублей. Так, у вас будет карта, да? Да, карта используется. Все. Прикладывайте. Все выполнено. В ближайшее отправление 15 минут через 19 минут. 15 минут. А вообще интервал какой-нибудь? Каждые 30 минут отправления 45 минут в пути. У вас один билет стандартного класса. Хорошо. Хорошо. Место я там покупаю, то есть выбирай любую. Да, вы проходите, кроме бизнеса. И куда мне нужно будет прийти? Да, вы поете через турники и вниз поискалатру. По указателям идете на платформу. Там будут указатели. Они спросить в Москву, стрелочка вниз. Все. Ну, надеюсь, не заблужуешь. Нет. Спасибо большое. До свидания. Ну, в общем, все. Билет купил. Взял стандарт. Я думаю, что кофе может будет потом или же покушать уже в нормальном месте. В любом случае там не будет прям шведский стол. Поэтому воспользовался обычным стандартным билетом. Доехать сказали. Время составит в пути 45 минут. 450 рублей. Ну, посчитаем, сколько выйдет доехать до отеля. Я думаю, будет где-то около 900-1000 рублей. Ну, если сравнить с такси, такси выходит 1800-1600-1800. Ну и плюс время. В общем, обязательно покажу, сколько выйдет. Посчитаем вместе и сколько выйдет по времени. Аэр-экспресс отправляется каждые 20 минут. Следующий в 15.00. Все, уйдем на остановку Аэр-экспресса. Вот. Сейчас покажу. Вот вышли из зала ожидания. Сейчас я уберу. Здесь вниз есть экскаватор, который спускаетесь по ним. Это Аэр-экспресс, электропоезд. У него, получается, одна станция в аэропорт и вторая на Павелецкой. Выходишь на Павелецкой. Мне удобно, потому что я могу уже слезть на Павелецкой, пройтись там непосредственно до станции метро. Ну и уже после пересесть на нужный мне поезд. Заранее, конечно, я посмотрел маршрут, как будет следовать данный поезд. Во-первых, Аэр-экспресс. Ну и во-вторых, непосредственно, как я буду добираться до своего отеля. Покажу. Обязательно вам метро внутри покажу, как оно выглядит. Я, ну, в силу своей предыдущей работы, мне приходилось очень часто посещать города. Ну и посещать, ну, в общем, ездил очень часто в командировке бывал. И, конечно же, мне приходилось бывать в тех городах, где есть метро. Там, Маты, Ташкент. И вот сейчас буду в метро в Москве. В общем, покажу. Мне самому будет интересно. Я не стал оставлять этот момент на последний день, ну, проехаться в метро, потому что я не знаю. Возможно, последний день будет скомканно все по времени. И нужно будет торопиться, торопиться. Возможно, придется ехать на такси. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как я доберусь до отеля. Ну вот, добрался по указателям, где буду садиться на электропоезд. Сейчас вам покажу зал ожидания. Вот, поднимаешься по эскалатору вверх. И видите, везде вот такие вот красные указатели. Это Аэроэкспресс в Москву. Если не ошибаюсь, он останавливается недалеко, где находится Терековская галерея. Поэтому очень удобно для людей, кто особенно живет в том районе. Это очень удобно. Вы можете уже непосредственно добраться максимально быстро. Ну вот, здесь есть дополнительные кассы. Да, вот так они такие большие, красивые, красные. Ну, я думаю, значит, все в красном цвете. Значит, и сам поезд будет красным. Так, следующее отправление. 15.00. Вот. Сейчас вот на табло вам подойду, покажу, как это все выглядит. Ну и, соответственно, мы уже пройдем на наш поезд. Вот. Ближайший экспресс. Видите, на табло. 15.00. Прибытие 15.46. Ну, посмотрим, насколько быстрее я доберусь и насколько по ценнику будет дешевле. Мне интересно всегда сравнить. Да, хотел дополнить, что всегда, когда приезжаю в новый город, всегда пользуюсь общественным транспортом, независимо, куда ехать, когда есть свободное время, чтобы посмотреть и познакомиться ближе с окружающими людьми. Потому что там бывают очень курьезные и смешные ситуации. Все, проходим. Так. Значит, здесь. Там выход. Здесь вход. Так. Вот такой билет. Вот такой билет. Сканируем. Все, дверки открылись. Пошли. Все, двери открылись. Идем садиться на свой аэроэкспресс. Ну, я, как вы помните, я купил стандартный билет стоимостью 450 рублей. Ну и нет никакого определенного закрепленного места за мной. Поэтому воспользуемся обычным, некомфортом. Я думаю, покушать можно в каком-нибудь другом месте, потратив эти деньги. Вот. Ну и сейчас найдем наш вагон. А, вот, кстати, через зеркало вы можете наблюдать, как выглядит комфорт-бизнес. Ну и обычный, стандартный 05 бутылочки с минералкой, с всякими фантами, колами. Ну, а вот так выглядит обычный вагон аэроэкспресс стандарт. Да, и вы видите три количества сидений, мест. Все, захожу в вагон. Обязательно вам покажу, как он выглядит внутри. Нажать? Ааа. Тоже первый раз? Нет, я уже забывала. Я первый раз. Смотри. Так. Желательно. Помочь? Нет, вниз положу. Давайте помогу. Девушка, ручка, что-то не оторвать его. Ничего. А, вот сюда? Пожалуйста. Так, заодно помогли. Так, ну. А, ты едешь. Управляется он туда. Здесь можно будет сесть здесь. Сюда? Ну да. Давайте сюда. А там тоже, в принципе. Только на западе. Придется спиной только ехать. Так, проходим, проходим. Ага, спасибо. Вы? Вот, хорошее. Все. Нам вот сели. Вот так выглядит билет. Стоимость его напомнил. 450 рублей. Ну, в общем, поехали. Ну вот, я практически уже добрался до того места, где я буду жить эти три дня. Честно вам признаюсь, чисто на автомате по наитию нашел нужный выход на определенный поезд, на определенный метро. В общем, добрался быстро. У меня, в общем, ушло по времени. Ровно час двадцать добрался с аэропорта до Магедова. Притом, при всем, что я еще покупал карту специально для проезда на метро. Есть отличные предложения. В зависимости от того, сколько вы дней планируете пробыть в Москве, есть предложения от трех дней и выше. Вот как раз я купил карту за 500 рублей на три дня. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Карта действует абсолютно на все. Сейчас, секундочку. Вот эта карта красная, видите? Абсолютно действует на все, на все виды транспорта, на метро, на троллейбус, на трамвай, на автобус. В общем, вы ее можете использовать по полной. Это очень удобно. В среднем стоимость одного проезда стоит 60 рублей на метро. Поэтому берите на вооружение, подходите в офисы продажи билетов на метро. И там как раз вы можете приобрести подобную карту. Сейчас я планирую заселиться и потом уже вместе с вами может отправимся погулять, покушаем и отправимся погулять по Красной площади. Я запланировал сходить именно туда. Ничего, небольшой дождь на улице, но это не страшно. Главное, не сильный дождь, не холод, не ветер. В общем, отлично. Можно будет провести время, вечером погулять, посмотреть город. Ну, а в данный момент нужно заселиться, оставить вещи, потому что, ну, во-первых, неудобно с ними двигаться по городу, во-вторых, уже нужно как-то осесть. Да, кстати, бронировал номер, просто позвонив в эту компанию, то есть в этот отель. Но в большинстве случаев они так не делают. Они делают именно сразу, берут предоплату. Ну, я сказал, так как у меня не было на тот момент карты сделаны, поэтому я онлайн оплату делать не смогу. Поэтому я забронировал номер непосредственно уже, и буду его оплачивать непосредственно, когда буду заселяться. Да, хотел сказать вам, что очень удобно здесь, в России, если вы будете делать себе карту какого-то определенного банка, то делайте карту Тинькофф. Очень удобно. Во-первых, везде работает. Во-вторых, вы можете снять как наличные, так и в любых банкоматах-партнерах этого банка, а также закинуть деньги в любом банкомате, ну или же просто непосредственно в банкомате Тинькофф. Если хотите, то я, наверное, закреплю в комментариях или в описании под этим видео ссылку на создание этой карты. Ну, нужно быть непосредственно на территории РФ. Проходите по ссылке, кликайте на нее, вам бесплатное обслуживание, а мне небольшой будет бонус от компании Тинькофф. Ну и в дальнейшем вы тоже также можете своим друзьям, знакомым отправлять данную реферальную ссылку. Всем большая выгода, все вин-вин, вам это бесплатное обслуживание навсегда, ну а нам небольшой денежный бонус. Поэтому кто еще не сделал карту Тинькофф, переходите, пожалуйста, по реферальной ссылке, которую я закрепил в комментариях и в описании под этим видео. Спасибо большое заранее. Ну, пойдемте всеряться. Ну, в общем, все заселился, все хорошо, номер отличный, большой, светлый, чистый, без никаких запахов посторонних, которые обычно могут встречаться в отеле, не прокуренный, потому что в отеле вообще запрещено курить во всем. В общем, номер хороший, обязательно смотрите видео до конца и скажу, сколько он стоил. Сейчас вам покажу ванну, ну и вообще полностью весь номер, как обстоят дела именно с номером, что в него входит, в эту стоимость, ну и обязательно покажу, какой у меня вид из окна. Все, смотрим. Так, вот здесь ванна, ванна большая, хорошая, здесь никаких потеков, никаких разводов, никакой плесени, в общем, все блестит, сверкает, все белое, и вот все чистенько, никаких посторонних запахов, прелости, там еще чего-то, такой вот унитаз небольшой, встроенный в стену, сантехника, здесь вот такая огромная, большая ракальна. Ну, что говорить по поводу всех вот этих принадлежностей, я думаю, буду пользоваться каким-нибудь одним, потому что тут мыло, шампунь, кондиционер, в общем, все-все-все, что необходимо для проживания в отеле. в принципе, если вы арендуете такой отель, такую комнату, вот эти вещи за собой уже не брать, потому что все будет включено в стоимость отеля. Так, ну, выходим из ванной, ванна большая, светлая, все есть, полотенцы, халат. Кстати, да, на ресепшене также сказать, что если вам какие-то дополнительные понадобятся принадлежности, то обязательно позвоните, никаких дополнительных стоимости выбирать не будут. Вот, здесь при входе вот такая вешалка с зеркалом, чтобы можно было посмотреть в себя, когда будете одеваться и выходить уже навстречу или куда. Здесь встроенный шкаф, шкаф большой, просторный, есть гладильная доска, ну и непосредственно сам утюг. Здесь уже разместил свою маску, нужно будет ее выкинуть. Здесь находятся вешалки для дополнительных вещей, если у вас много вещей, если вы приехали надолго, то без проблем вы можете их разместить в этом шкафу. Ну и сама комната, комната большая, как вы видите, светлая, есть кондиционер, ну и обычно стандартно все, что есть в отеле. Так, здесь большая кровать, но, к сожалению, она раздельная, у них не было кровати совмещенные, сказали, что могут прийти и совместить данную кровать, но я думаю, что нет смысла, я посплю на одной или там смещу сам. В общем, это не столь важно, разберусь. Видите, да, есть прикроватные лампы, есть розетки можно заряжать, кстати, да, я сразу поставил заряжать все свои телефоны, потому что я думал, что они не выдержат просто-напросто, потому что батарейка быстро-быстро садится. Ну, и что еще? Стандартный набор в отеле, который идет, это вода, в 0,5 бутылочках две штуки, также сейчас вам покажу, вот вода, 0,5, да, я уже попил, пить очень сильно хотел, что за этот, ну, наверное, под вино или под что-то еще, телевизор, со множественного каналов, есть чайник, в котором вы можете заварить чай, там попить кофе, ну, два, две кружки. Есть хороший стол, за которым вы можете поработать, посидеть, в общем, все, что необходимо для комфортного пребывания, для жилья, для работы, если, например, вы выехали в командировку и вам нужно поработать, то все есть в номере. Вот, на ресепшене мне предлагали несколько вариантов номеров на разных этажах, я, конечно же, попросил на самом высоком, потому что с самых высоких этажей открывается превосходный вид. Возможно, это неудобно, потому что отель большой, гостиница большая, несколько лифтов и люди постоянно то вверх, то вниз, поэтому иногда приходится подождать вид. Ну, ради такого вида из окна, я думаю, можно это сделать. Сейчас вам покажу вид из окна. Вот, вид шикарнейший, прям, нет передо мной никаких высотных зданий, можно полностью посмотреть на всю Москву. в том направлении, я так понимаю, находится Москва-Сити, где скопление всех вот компаний, бизнесменов, олигархов и так далее. В общем, будет время, прогуляюсь туда, посмотрю, возможно, ну, есть, конечно же, более интересные места, которые можно посетить в Москве. Обязательно это сделаю. Сейчас план стоит покушать, привести себя в небольшой порядок, потому что дорогу тоже даю себе знать и непосредственно уже пойти погулять, план стоит вообще пойти погулять по Красной площади. Надеюсь, возьму камеру с собой, постараюсь записать, если не будет сегодня от дождя или каких-то других второстепенных помех, то обязательно запишу в видео. Ну, план таков, завтра начинается выставка, как я говорил ранее, первый день будет открытие, будет присутствовать, я так думаю, и губернатор, не губернатор, а будут какие-то ответственные лица, государственные чины будут присутствовать непосредственно при открытии данной выставки. Ну, непосредственно все компании, которые будут принимать участие, все участники будут на этой выставке. Завтра все подробно покажу, расскажу. В общем, я думаю, будет многим интересно посмотреть, как же, какие компании дают возможность теплицам работать, производить овощи, цветы, ягоды, в общем, все-все-все, что мы сейчас потребляем. В основном, это уже производится в производственных теплицах, больших, и в большинстве случаев уже совсем невыгодно выращивать овощи на открытом грунте, потому что получают с ним маленькие объемы, чем если сравнивать уже с тепличными хозяйствами. В общем, все это по порядку, все это интересно, думаю, покажу, расскажу, и, конечно же, мы вместе с вами посетим эту выставку. Ну, а сейчас большое вам спасибо. А, да, забыл сказать, сколько уже стоит данный номер. За 3-3 суток стоимость данного номера составляет 11400 рублей, не включая завтрак. Если вы хотите, чтобы завтрак был включен, то стоимость одного дня, ну, включение на плюс завтрак, 990 рублей плюс каждому из вашего дню проживания. Поэтому заказывайте. Да, кстати, один лайфхак. Вы можете сразу заказывать, если вы будете заказывать через стол бронирования по телефону, то, соответственно, там будет небольшая скидка. Если же вы будете заказывать непосредственно в день приезда на ресепшене, то скидок, к сожалению, не будет. Ну вот, еще раз напомню, что оплачивать все удобно в карте, картой, вот, без проблем. В любом месте вы можете рассчитаться и нет вопросов со сдачей или какими-то там копейками, которые потом будут оттягивать в ваш карман. Поэтому, и, да, кстати, карта, вы там можете все операции, которые вы проводили со своими денежными средствами отслеживать, очень удобно. поэтому стоимость данного номера 11400 рублей на трое суток без завтрака. Ну, завтрак уже сами решайте, нужно вам подключать или же не нужно. Когда я искал отель около ВДНХ, к сожалению, не было оптимальных предложений, потому что стоимость одного номера, одноместного, стандартного, была тоже около 3000, это раз, ну, к сожалению, на тот момент уже не было свободных номеров, все номера были распроданы и разобраны, а все, что выше стоило, там люкс, полулюкс, соответственно, стоимость была максимально высокой, там была стоимость уже за 6 и 7 тысяч. Ну, по рекомендациям моих коллег, мне посоветовали, что здесь можно остановиться, отель называется Holiday Inn, это сеть отелей по всему миру, очень удобно, и плюс, недалеко находится метро, которое абсолютно по всему городу вас может доставить, ну, если не метро, то можете воспользоваться автобусом, поэтому обязательно, кто будет в Москве, пользуйтесь всеми советами, которые я сегодня говорил, карту можно приобрести на определенное количество суток, как добраться, в общем, пользуйтесь этими всеми инструментами, полезными советами, все, всем большое спасибо, сейчас я пойду кушать, ну, и потом уже немножечко погуляю по Красной площади, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok